приветствую наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами в этом видео мы уделим внимание полотенцу поговорим о том что ни в коем случае нельзя сделать делать с полотенцем можно или нельзя дарить полотенца а также поговорим о других народных приметах традициях и обрядах которые оставили наши предки поэтому обязательно просмотрите это ведет начала до конца прямо сейчас ставьте лайк этому видео поддержите нас также не забывайте подписываться знаете когда-то не было такого разнообразия полотенец и в основном большинстве случаев они изготавливались самостоятельно каждой семьей наши предки старались придерживаться всех правил которые были связаны с полотенцами так как от этого зависело то какими энергиями они себя окружали и какие события притягивали в свою жизнь в наше с вами время полотенца есть всевозможные их изобилие порой просто удивляет и махровые хлопковые бамбуковые вафельные разные плотности с разными рисунками вышивкой украшениями для лица для волос для тела банные для ног для кухни даже для домашних любимцев но мы в свою очередь перестали придавать им особое внимание чем большинстве случаев допускаем ошибку так как неправильно с ними обращаемся делая то что причиняет нам энергетический вред полотенца это вещь без которой не может обойтись ни один человек в основном покупая полотенца мы выбираем его на энергетическом уровне по цвету на ощупь сами того не подозревая полотенце стало подарком который подходит на любой праздник мы дарим их принимаем в подарок и не задумываемся о том что уже это может нам принести и чем для нас обернуться трудно сейчас представить хотя бы одну семью которой в доме нет достаточного количества полотенец они перестали иметь такую ценность как было раньше и полотенца которыми мы пользуемся должны обязательно быть из натуральных тканей так как натуральная ткань не способна притягивать нехорошие и ненужные энергии что не скажешь про полотенца из синтетики ведь эта ткань электризуется а это явление способна привлекать нехорошие энергии которые будут и оказывать на вас неблагоприятное влияние чтобы этого не было не экономьте никогда на полотенцах у каждого члена семьи должно быть в доме свое полотенце вытираться одним полотенцем нельзя так как такое действие внесет разлад даже в самые крепкие отношения наполнит их ссорами и проблемами а пару которая не состоит в браке это приведет к расставанию также на каждый участок тела должно быть свое полотенце для волос для лица для тела и для ног чтобы не смешивать потоки поступающих энергий и этим не перекрывать важно энергетические каналы которые отвечают за поступление энергии через свой участок тела если вы будете вытираться одним полотенцем со своим ребенком вы ослабиваете его энергетическое поле и сделаете его подвластным влияние недоброжелателей со стороны полотенцем детей до семи лет не должен никто прикасаться кроме родителей поэтому следите за это внимательно иначе ребенок будет беспокойным и капризным полотенце должно висеть на специально отведенном месте иначе она может притянуть негатив а вы во время того как будете ним вытираться вы притянете данный негатив к себе не стоит вешать полотенце и на угол двери это притянет к вам головные боли не стоит вешать и на дверь что это притянет проблемы со здоровьем положив полотенце на стол вы не только нарушить энергетику жилья но лишите себя удачи на неопределенный срок если полотенце упало это принесет ваш дом плохие вести касаться они в большей степени будут того чье полотенце упало если такое произошло обязательно сразу его поднимите трижды стряхните подумав о том что все плохое обойдет вас стороной и сразу повести его на место полотенце нельзя класть на пол кроме полотенец которые предназначены для ног иначе это притянет целый ряд проблем которые будут создавать вам возможно сильные неудобства если полотенце падала и не успела долететь до пола вы его подхватили это означает что вам стоит приготовиться к приему гостей при этом прислушайтесь к внутреннему чувству она вам непременно укажет на то хорошие это гости будут или не очень если полотенце падала и зацепилась за стул это означает что в дом придет недоброжелатель будьте внимательны делайте правильные выводы если полотенце упала в ванну и намокла это знак того что вам нужно провести энергетическую чистку вы где-то подхватили негатив а если упала и не намокла это к неприятному разговору если намокла только одна часть то знаете что так проблемам с коллегами но решение данной ситуации быстро найдется не стоит переживать если упала полотенце для волос нужно сходить парикмахерскую срезать кончики или обновить прическу это знак того что на ваших волосах остался негативный посыл от недоброжелателя если упадет кухонное полотенце это означает что в семье будут сильные денежные проблемы и чтобы этого избежать нужно в этот же день или на следующий заняться благотворительностью полотенца после использования нужно хорошо просушивать вытираться мокрым полотенцем это не только не гигиенично но и такое действие притянет к вам череду конфликтов если вы будете вытираться полотенцем у которого появились потертости на ткани вы притянете к себе сплетни и зависть если полотенце случайно загорится это означает что скоро жизнь хозяйки изменится в лучшую сторону но таким полотенцем больше нельзя пользоваться нужно подождать пока данные события начнут происходить и тогда полностью сжечь такое полотенце чтобы они остались вашей жизни и действительно все изменилось только в лучшую сторону если у вас украли полотенце это означает что данный человек заберет ваши проблемы если украдут кухонное полотенце тогда заберут благополучие из вашего дома поэтому когда в дом приходят гости такие полотенца лучше всего прятать если крадут старенькая но целая полотенечко это означает что человек который это сделал осуществил такое действие целенаправленно он чему-то завидует что есть вашем доме поэтому таким образом хочет у вас это отобрать как только вы такое заметите подожгите восковую свечу сделайте с ней круг по дому а затем трижды пройдите вдоль порога входной двери при этом трижды проговорите такие слова с тем полотенцем что из дома моего унесли связи больше это дом и семья моя не имеют ее разрываю а тому человеку что зло причинить хотел с данным полотенцем весь негатив из своего дома отправляю так вы сохраните свою энергетику и от негатива накопившегося обязательно избавитесь если же вы украдете где-то полотенце это притянет к вам проблемы со сном и бессонницу если вы украдете полотенца в гостинице это приведет к тому что вам трудно будут избавиться от плохого настроения и страхов которые начнут наполнять вашу жизнь нельзя приносить в дом полотенца если вы его нашли и неважно в подъезде во дворе дома даже если она новая так как принесете в свой дом вы что-то плохое что наслали на данное полотенце чтобы отдать это кому-то другому избавившись от проблем которые мешают спокойно жить не стоит и вам выбрасывать полотенце из своего дома просто так не разорвав с ними связь ведь вы знаете что все вещи предметы атрибуты которые находятся в нашем доме тесно переплетаются с нашей энергетикой и просто что-то в выбросе вы выбрасываете часть энергии она находясь среди мусора будет передавать вам энергии которые будет к себе притягивать а в данном случае энергии негативные такое действие ничего хорошего вам не принесет поэтому если вы решили избавиться от полотенца это нужно делать правильно и для такого действия есть два способа первое это сжечь его огонь поможет разорвать вашу энергетическую связь а второй на сутки на сутки посыпьте его сверху соли а перед тем как выносить на мусор подожгите свечу белого цвета сделайте ней над нас над своей головой три круга по часовой стрелке затем возьмите свечу в левую руку и сделать и ней разделительное движение между вами и полотенцем капните на него капельку воска проговорив при этом такие слова за то что мне служила в делах домашних помогала тебя благодарю но больше тебя ни о чем не прошу связь наши разрывая ее никогда не возобновляю договорив слова свечу тушите а полотенце так чтобы не рассыпать соль нужно сложить в пакет и завязать на узел после чего можете его выбрасывать и ни о чем не переживать связи с ним вы больше не имеете ни в коем случае не давайте полотенца которыми пользуетесь вы и ваша семья гостям человек который будет ним вытираться даже не желая этого отберет у вас счастье поэтому чтобы не рисковать для таких целей должны в доме быть специальные гостевые полотенца ни в коем случае не одалживайте полотенце из дома такие действия притянут к вам финансовые проблемы следите и за тем чтобы гости которые пришли к вам дом не вытерли руки ваше полотенце или кого-то из членов семьи так как это наполнит вашу жизнь или того в чье полотенце вытерли руки хлопотами в личной жизни поэтому выдавайте полотенце для рук и предупреждайте гостей чтобы они вытирали именно руки только конкретно этим полотенцем ни в коем случае не мойте полотенцем полы в доме если будете мыть старым полотенцем то вы притянете в дом разрушительный негатив который повлечет за собой серьезные последствия для всех членов семьи если купите для этих целей специально полотенце это притянет в дом потерю крупной суммы денег если будете пол мыть полотенцем незамужняя девушка или женщина то она не сможет выйти замуж еще на протяжении многих лет если будут мыть полотенцем мужчина парень при этом неважно женатый или нет такое действие притянет к нему проблемы с внешностью может наружиться здоровье кожи если вы вывешивали стирку или просто просушили полотенце она упала за балкон или за окно это означает что вас ожидают серьезные проблемы на работе если вам предстоит к куда-то командировка и такое действие произошло уже перед вашим вашим отъездом вам нужно серьезно поберечься и даже если есть возможность перенести такую поездку принесите такое полотенце домой и обязательно замочить его на 7 минут в солевом растворе из крупной и мелкой соли проговорив при этом такие волшебные слова соль помощь окажи негатив от меня сильный отведи чтобы мне не навредил и бедой не наделил это действие поможет нейтрализовать негатив но поберечься все же будет нужно если вы хотите в дом притянуть благополучие тогда на растущую луну разместите на подоконнике полотенца а сверху кругом положите 8 монет желтого цвета проговорив при этом на каждую монету такие слова все к чему данным полотенцем впредь прикасаюсь мне помогает и благополучие мой дом привлекает оставьте так все лежать до утра после чего на следующий день монета отдайте на благотворительность а полотенце используйте в своих целях полотенце можно и даже нужно дарить но но есть один маленький нюанс только самым близким и родным людям тем кому вы желаете подарить положительной энергии приятные события в их жизни наполним ее теплом любовью и удачей выбору полотенца обязательно уделите особое внимание оно должно при том когда вы будете к нему прикасаться вызывать у вас желание его приобрести также оно должно быть приятное на ощупь цвет должен быть успокаивающим не стоит дарить красные полотенца это притянет к тем кому вы преподнесете такой подах подарок вихрь из ненужных эмоций не стоит дарить и черное темно-синее полотенце помните это грусти ни в коем случае нельзя незамужним девушкам дарить белое полотенце она будет притягивать к ней одиночество и и мешать встретить достойного человека подарив оранжевое полотенце мужчине вы притянете к нему обман близкому человеку обязательно преподносите полотенце двумя руками одновременно и про себя проговаривайте такие слова эти полотенце тебе дарю называете имя счастливую судьбу желаю пусть только ты о чем пожелаешь полотенце это ощущает и получить тебе это поскорее свою жизнь помогает от бед и проблем тебя защищает таким образом данное полотенце для того кому вы преподнесете станет энергетическим помощником и оберегом а вот для людей с которыми у вас нет крепких отношений вы не настолько сильно их любите не стоит преподносить такие подарки так как с ним вы можете подарить частичку своих энергий отдайте предпочтение другому подарку чтобы потом не жалеть не стоит и принимать подарок не от родных и близких людей так как с ним вам могут преподнести различные проблемы своей семье а также негативные энергии которые испортят вашу жизнь поэтому все-таки не рискуйте под каким-либо предлогом откажитесь от данного подарка но если отказаться никак нельзя тогда принимайте подарок правой рукой поставив этот момент правую ногу на носочек при этом про себя проговаривайте такие слова полотенца в подарок принимаю негатив если к нему прилагается дарующему возвращаю после чего обязательно перед тем как пользоваться проведите энергетическую чистку для это возьмите восковую свечу проведите не по периметру полотенце и скажите это полотенце не будет не вредить так как негатив огонь сжигает а будет не служить и приятные эмоции приносить так вы обязательно нейтрализуйте все плохое но если вы на энергетическом уровне взяв его в руки чувствуете холод это значит что на нем все-таки есть разрушительный негатив поэтому лучше продайте его так вы разорвете с ним связь а тому кто у вас его купит она не принесет вред так как данный негатив направлен на то чтобы причинить вред именно вам относитесь к полотенцем со всей серьезностью обдумывайте все действия которые с ними связаны соблюдайте приметы и ни о чем не переживайте тогда обязательно у вас все в жизни будет чудесно и прекрасно прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь наш канал если вы еще не подписаны на прямо сейчас друзья на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых друзья и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео